Приветствую вас. Довольно странная история получилась с вашим вопросом и именем, потому что я абсолютно уверен, что отвечал вам на подобный вопрос, именно вот вам, а не кому-то другому. И, в общем-то, я посмотрел и я не нашел ни того, что отвечал вам на такой вопрос и вроде бы даже в ближайшее время подобного ответа не было. Да, мне отложилось в памяти, что именно вам я отвечал и именно вы описывали вот такую ситуацию и вот. Даже, по-моему, лучше мы ответ делали, но это не точно. Вот. Может быть, я ошибаюсь. В любом случае, если я прав и я уже отвечал вам на вопрос, то это означает, что вы задаете его не впервые. И тот факт, что вы задаете его не впервые, оно вот говорит о том, что, возможно, вы не готовы решать проблему, которая возникла. И готовы, в принципе, делать то, что делают ваши мама и сынок, а именно вот жаловаться, да, и рассказывать, как ужасно они себя ведут, рассказывать друзьям и так далее, так далее, так далее. Вот. Только, ну, как вы, наверное, понимаете, да, то, что проблему это не решает и не решит, потому что проблему решит, в первую очередь, ваше поведение и изменение вашего поведения к тому, что... И отношение к тому, что происходит, да, и, соответственно, как бы решение некоторых системных, на мой взгляд, ваших собственных системных проблем, вот, которые необходимо корректировать, вот, для того, чтобы эта ситуация перестала вас волновать. В первую очередь, вам необходимо, что называется, перестать собирать голоса против мамы и свекрови, вот, и перестать, что называется, набирать сторонников своей позиции, потому что, сколько бы сторонников не было у вашей позиции, все равно вы одна в этом. И только вам можно решить ваши проблемы, вне зависимости от того, сколько людей разделяют вашу точку зрения. Ибо я уверен, что вашей маме и свекрови абсолютно все равно, кто что думает. Итак, у меня тяжелые отношения с обеими мамами, родной и свекровью. Ну, свекровь вам не равна, интересно, что вы называете нерадной мамой, да? Ну, свекровь свекровь. Если у, допустим, женщины со свекровью складываются хорошие отношения, ну, действительно, мама может назвать ее нерадной мамой, но при том, что описываете вы, немного странно, то, что вы называете ее мамой, хоть и нерадной, и нерадной. Дальше, я просто в шоке, впечатливаю, не знаю, что делать. Видите ли, шок, шоковое, шоковое состояние, вот, оно довольно удобно, оно довольно удобно. Потому что в шоковом состоянии, действительно, делать ничего не надо, вот. И когда у человека, вот, шоковое состояние, он может, ну, в принципе, позволить себе перекладывать ответственность за свою жизнь и за свои решения на других людей. Дальше, вы пишите, что не знаете, что делать, и разрешите здесь с вами немножечко не согласиться, и сказать о том, что, возможно, вы, опять же, как и с состоянием шока, используете его это состояние для того, чтобы избегать реальности. Потому что на деле ситуация может оказываться такой, что в действительности вы знаете, что вам делать. Но вы не хотите это решение принимать или по каким-то причинам боитесь, например, что, ну, вы боитесь, например, что у вас не получится, или вы боитесь, что, ну, будут, будут, ну, какие-то, какие-то проблемы, и вот, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, есть, у вас вполне может быть, могут быть какие-то основания для того, чтобы не принимать это решение. Вот. Я думаю, что человек не может находиться в состоянии, когда он не знает, что делать. Он знает, что делать, просто он не хочет это делать. Ему хочется избежать ответственность. Ему хоть не хочется принимать это решение, потому что оно ему по какой-то причине, да, не нравится. Вот. Поэтому наша задача заключается не в том, чтобы подсказывать, ну, чтобы подсказывать вам решение, но наша задача заключается в том, чтобы, возможно, приложить какую-то руку усилия, да, так к тому, чтобы вы смогли увидеть для себя то, что решение у вас есть. Решение есть. Просто вы пока отказываетесь это решение принимать. Вот. Ну, просто отказываетесь. Говорите, ну, нет, вот, то решение, которое мне приходит в голову, да, ну, там, не знаю, не знаю, оно не подходит мне, вот, говорите вы, ну, условно. Это все. Вот. Поэтому и состояние шока. Ну, ваше состояние шока. Шок. И то, что вы не знаете, что вам делать. Это позиция, ну, вот, знаете, такая позиция, что называется, вынужденной или, да, выученной беспомощности. Вот. Что это за позиция? Вот. Позиция, вот, позиция выученной беспомощности, которая, собственно, вам, ну, ничего хорошего-то не даст. Вообще. Вот. Вот. Потому что в итоге вы, ну, по сути, да, вы остаетесь жертвы, вот. Ну, жертвы обстоятельств, вот. И в общем и целом, как я думаю, ну, ничего, никогда ничего не изменит. Если вы будете, если вы будете, вот, ну, с такой, с такой позиции, да, подходить к решению своих или своих, или своей проблем. Так. Я уже не раз о них рассказывал друзьям своим. Они были в шоке и ужасе. А для чего рассказывали друзьям? Ну, то есть, вот, вот, буквально, 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 чтобы что? То есть, что могут здесь сделать друзья, да? Ну, они могут вас, конечно, пожалеть, да? Они могут сказать, ух, как тебе, как тебе плохо и как тебе, не знаю, трудно, да? Например. Вот. Вот. Это то, что они могут, конечно, сказать. Вот. Но, что дальше? Что после этого? Вот. Вот. То есть, а для вас это, вот, ни много, ни мало, да? Сурсурагат некой такой активности, как-то, вот. Вам кажется, что вы, ну, вот, что-то делаете. Вам кажется, что, что вы как-то, ну, реагируете на эту ситуацию. Ну, вот. Вот. На самом деле, на самом деле, ну, на самом деле, ну, на самом деле, ну, на самом деле, на самом деле, ну, на самом деле, на самом деле, на самом деле все остается, ну, по-прежнему. Вот, вот, поэтому я и говорю о том, что вот вы занимаете позицию, которая является избегающей, вы занимаете позицию, которая может быть и дает вам возможность какую-то балансировать в этой небрасной ситуации, но в то же время не решает никаких, значит, проблем, да, и, в общем-то, не дает, не дает вам ничего. Дальше. Так, они впервые видят, так, ну причем, причем, где другие люди, непонятные. Они часто говорят, что мужчины коррекции выбросят специально и ищут к чему придраться, вот. А, ну, соответственно, что их люди говорят о чем-то, что их волнует. Да? Вот. вообще интересно, кто отвечает за коммуникацию в вашем общении. вот что мне интересно, то есть, ну, то есть, как, как вот получается, да, ваш контакт, то есть, кто за него отвечает, кто принимает, ну, окончательное решение, да, о том, что вы будете сейчас контактировать. Вот. Мне очень интересен этот момент, потому что, ну, от этого ни много, ни мало, в принципе, зависит очень сильно, вот, то, как вы коммуницируете не только со своей, со своей мамой и супругой, но и вообще, в целом, с людьми, людьми. Вот. То есть, для того, чтобы мама и супруга вам это все рассказали, да, нужно быть, сначала, ну, когда, начать с ними общаться, то есть, начать с ними взаимодействовать, нужно, чтобы у них была возможность, вот, что-то вам, там, написать, например, или, ну, чтобы у них была возможность, собственно, вам что-то сказать, вот, и получается так, что вы делаете что-то, для того, чтобы у них такая возможность была, ну, вот, если у них есть такая возможность, почему бы им этого, собственно говоря, не делать, вот. Да, ну, то есть, совершенно, здесь, на мой взгляд, все очевидно. Да, вот. То есть, эта вот история, ну, она, вот вы много говорите про, там, допустим, свою маму и супруг, да, ну, а вы довольно мало говорите про себя, мы довольно мало говорите о том, что же, собственно, вы-то делаете, для того, чтобы все это стало возможным. Вот, а дальше начала возмущаться, а голос получал, забыл, что-то потом сделать. Ну, если они ищут, чему подобраться, у вас, да, то есть, вот, именно, 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 именно у вас, то есть, они, вот, именно, как бы, ну, к вам, к вам придираются, да, вот. То эта история, она больше про то, что, ну, люди хотят, таким образом, вас, как бы, контролировать. То есть, они, получается, используют, используют вот это вот, то, что вас могут бросить, да, для того, чтобы вас контролировать, чтобы над вами доминировать, чтобы, типа, направлять вас и, в общем-то, чувствовать себя более значимым, да. Вот. Но, вопрос не в этом, вопрос, совсем не в этом. Вопрос в том, что вы пишете, я все равно начинаю нервничать и расправиться, хоть и знаю, что такое, что-то такого быть не может. Вот. Я думаю, что при прочих равных условиях, при прочих, подчеркиваю, при прочих равных условиях, это корень вашей, ну, ваших проблем, потому что, да, Фигров и ваша мама говорят, вероятно, о том, чего вы боитесь. Именно вы. Именно вы. Вы этого боитесь. То есть, вы говорите, что такого не может быть, что вас, ваш муж, получается, вас бросит. Но, на самом деле, может быть, все, что угодно. И именно то, что вы отвергаете вот эту, так скажем, ну, возможность, именно то, что вы отвергаете, ну, даже гипотетическую возможность того, что ваш муж может вас бросить, это является проблемой. То есть, это означает, если вы не допускаете этого, это означает только то, что вы, как бы, ну, без него, да, вы, получается, себя не мыслите. Вот. Понимаете? Понимаете? Какая штука. А если вы без него себя не мыслите, то вот вам, значит, ну, некоторая такая незамодостаточность. Вот. Называть это как угодно, но некоторая незамодостаточность. Вот. 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 То есть, как бы вы убеждены в том, что ваш муж вас не бросил. А они убеждены в том, что он вас бросил две позиции, да, взаимоисключая друг друга. То есть, они вот неизбежно приводят к конфликтам. Ну, к конфликтам. Вот. Задача заключается в том, чтобы сделать эти позиции менее конфликтующими. Вот. Для этого нужно сделать одну из позиций более гибкой. Поскольку ваша мама и свекровь люди, которые находятся, ну, люди в возрасте, то шансов на то, что они свою позицию сделают более гибкой нет. Потому что взрослым людям крайне тяжело, ну, крайне тяжело свою позицию как-то менять. А вам, именно вам, сделать это более чем возможно. Вот. Но для этого нужно допустить, что ваш муж может вас бросить. Вот. Да, то есть, ну, может. Действительно, может вас бросить. И если мы принимаем во внимание факт того, что ваш муж может вас бросить, то вам необходимо обратиться к самой себе. То есть, вам необходимо обратиться к собственной ценности, к своим целям, вот. к своим задачам, к своим приоритетам, вот. То есть, вообще, к самой собой. К самой себе. Нужно вам будет обратиться. Вот. Если вы этого сделать по какой-то причине не можете. Вот. Ну, например, по причине того, что вы себя обесцениваете или, там, боитесь или, ну, позиционируете себя так, что, например, без мужа вы никто. И самое главное, это семья, без семьи вы никто и прочее. Вот. Ну, естественно, вот это очень легкий способ вами манипулировать. Вообще, очень легко манипулировать человеком, который, ну, как-то считает, да, что вот, считает что-то сверх ценным. Потому что у него нет выбора. Дальше. Боюсь, что они меня такими темпами до инсульта доведут. А за счет чего, ну, от чего вы нервничаете. Иными словами, вам нужно увидеть свою ответственность в том, что происходит. Да, у мамы и свекрови есть их ответственность. Это правда. Но и ваша, ваша ответственность тоже присутствует. Вы сами что-то делаете для того, чтобы нервничать. Что именно? Может быть, вы хотели бы одобрения свекрови и маме? Может быть, вы хотели бы, что они поддерживали вас? Если да, то в чем? А если вы хотите одобрения, то, опять же, в чем и как получается, что вам оно нужно? Моя мама страшивко рассказывает, что, скорее всего, муж от меня уйдет и сделает это из-за маминого влияния. Я говорю, что мне и самой маминский сынок не нужен. Мама сказала, что это не маминский сынок, а это уважение к маме. Как тут вести себя? Я не знал. Как вести себя, чтобы что? Предположим, вся эта ситуация стала возможной благодаря тому, что вы не очень уверены в своих отношениях с мужем. И в некотором смысле вы правы. В отношениях нельзя быть уверенным на 100%. Но если отношения с партнером достаточно полные, если они открытые, доверительные, свободные, если люди в этих отношениях могут быть с собой и взаимодействовать не какой-то одной своей, скажем так, итерации проявления, а большим количеством. Если, например, муж с вами может быть не только мужем и мужчинам, но может быть еще и, значит, например, вашим другом, партнером по какой-то деятельности. Субъектом своих интересов, субъектом игровой деятельности и так далее, то в этом случае мы получаем очень крепкие отношения. Которые базируются на многих аспектах, а не только одном. Давайте, пожалуйста, это увидеть. И, соответственно, переживать вам гораздо меньше. Ну, будет из-за чего. Хотя, если вы в себе не уверены, то переживания все равно будут. Это вопрос ваших собственных страхов и, вероятно, комплексов, которые у вас появились в результате взаимодействия с мамой и с выкропом. Также очень важно работать с личными границами, чтобы они не имели доступа к общению с вами, когда они этого хотят. Ну и вот, как-то так. Есть ощущение, что вы как раз так сделали всю ставку своей жизни на семью. Вот. В чем, в общем-то, не то чтобы ошибка, прямо, но не очень гуманное решение. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи! Спасибо.